всем добрый день меня зовут ольга и вы на моем канале у рукоделия сегодня я хочу рассказать вам про вот этот замечательный топ который у меня получился ну то есть который я довязала и теперь я буду носить его на протяжении этого лета и быть может в межсезонье дома но в общем и целом это такая замечательная вещь и сегодня мы с вами рассмотрим подробнее как же я его вязала из какой пряжи и вязала и что по итогу у меня получилось и так давайте я сейчас вам просто попробую показать его на себе ну просто мне не очень удобно вот таким образом он у меня выглядит я надеюсь вам видно но конечно же я вставлю фотографии на улице да как я его уже выгуливала в нем очень комфортно очень удобно уютно и вообще в целом мне все понравилось даже пуговицы которые я применила из старого халата но мы же с вами девчонки выдумщицы правда и так для того чтобы рассмотреть этот топ подробнее мы с вами обратимся уже к формату руки в кадре и так давайте приступим вот он мой топ и значит что здесь здесь у нас с вами пряжа пряжа использовалась фирмы камтекс называется она бусинка вот так вот выглядит этикетка у меня на эту пряжу есть обзор на канале то есть когда я только щупала и знакомилась с ней я не знала что из этого получится но первые свои впечатления я не составил еще в том видео поэтому если вам интересно обязательно заходите в инфобокс смотрите информацию проходите и наслаждайтесь в общем что здесь 90 процентов хлопок 10 вискоза 110 метров в 50 граммах вот спицы я использовала номер 3 так и по расходу расход у меня у меня было пять мотков то есть у меня была упаковка этой пряжи то есть я была ограничена в количестве пряжи поэтому изделие который первоначально мной было задумано у меня не состоялось но я очень рада что состоялась именно такое изделие и так сказала про расход про номер спиц размер у меня 46 все-таки пока 46 и так дальше давайте рассмотрим поподробнее попробую вам рассказать для начала мы возьмем с вами характеристики да в сантиметрах я буду сейчас вам рассказывать в сантиметрах что где и сколько смотрите получается что я уже готовые изделия я его еще не стирала я его только отпарила утюгом ну отпустила так скажем да на изделие она немножко распрямилась то есть процессе вязания это все-таки было более скукоженное изделие несмотря на то что это хлопок вроде бы как он не держит резинку но тем не менее полотно все-таки немножко до разровнялась после проведенной манипуляции вот соответственно уже вот готовые изделия в таком виде в каком она есть размер у меня значит 46 сантиметров с каждой сторон уже готового сшитого изделия кстати сразу пока не забыла скажу что наперед я закладывала естественно больше даже больше чем наполовину ну вот мне так показалось когда я измеряла вяжется изделие снизу вверх цельным полотном до проем и до разграничения до получается по по планке и по v-образной горловине то есть здесь тоже будет уже уменьшение в эту и в другую сторону об этом еще вернемся то есть это такое вяжется такой прямоугольный прямоугольник длинный длинный вверх 28 сантиметров мы связали и дальше уже начинаем все наши манипуляции при этом мы сразу вяжем две планки то есть весь наш узор будет резинкой 3 на 1 3 изнаночная 1 лицевая он будет располагаться по всему полотну кроме двух вот этих планок здесь у меня идет резинка один на один и здесь у меня 10 петель вот таким образом мы вяжем полотно до до подрезов далее подреза у меня есть в данном случае то есть я прям вот сокращала целый раппорт узора вот здесь вот то есть два рапорта можно сказать да вот вот на такой вот стадии затем у меня шли убавки 3 петли 2 петли 2 петли и одна петля то есть я выводила на самом деле по по узору чтобы у меня одна лицевая вот это вот осталось то здесь у меня по кромке идет одна лицевая затем я буду делать обвязку уже когда готовы изделия и когда я вязала если говорить о пройме когда я вязала пройма была намного намного шире то есть она была большая и это было некрасиво здесь идет обработка обработка у меня получается здесь двойной айкорд на две петли и это все видите как хорошенько зафиксировала мою пройму да и получилось очень даже красиво и аккуратно то есть я набрала потом уже петли по готовому полотну и закрыла айкордом на две петли все прекрасно но это что касается обработки сейчас давайте вернемся немножко значит пройму я начинаю закрывать чуть раньше чем формировать v-образную крыловину далее убавки у меня идут не по верхней части до этой планки а по нижней части этой планки в каждом втором ряду здесь все плавно 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 сначала я связала перед две эти полочки для того чтобы понимать как же это все сядет и это было правильное решение я дошла до вот такого вот количество убавок то есть здесь у меня получается вот вот эта вот часть она уже была связана просто сняла на дополнительную нить связала вторую половинку поняла что мне надо вывести вот к такому размеру мне надо вывести спинку потому что на спинке этой планки пока еще нет то есть я начинаю вязать спинку аналогично делаю убавки по пройме вывожу их вот на этот же самый рисунок видите лицевая петля у меня здесь спрятана потом уже и начинаю делать углубление по спине на определенном промежутке когда я понимаю что у меня здесь между вот этим расстоянием и вот этим остается не такое большое расстояние и делаю я убавки серединку сразу убавляю и по бокам начинаю делать убавки делю условно на три части да условно по рисунку там я уже определялась и начинаю делать убавки получаться в каждом втором ряду по 4 убавки и вывела я вот к этому расстоянию планки здесь еще пока нет далее шила в петля в петлю с двух сторон то есть у меня получилось что с одной стороны планка вот это есть а с другой стороны еще пункт пока нет дальше и начала вязать планку цель навязана прям отсюда и прихватывая в каждом втором ряду до прихватывая эту петельку через две условные петли то есть по рисунку когда мы смотрим не в каждую петельку мы вводим а через одну и таким образом планку довязав вот здесь я конечно немножко не попала я уже закрывала вечером ночью вот и здесь я не попала в рисунок но этого не видно ну да это моя мой недочет у меня в каждом изделии есть небольшой недочет и пусть это будет здесь этого совершенно незаметно и вот она планка сшитая петля в петлю вот видите то здесь у меня идет шов да он может быть немножко неаккуратный но если я буду вязать подобно вроде изделий еще раз я конечно это учту и уже буду делать все более аккуратно но так как все уже заправила ничего переделывать мне не захотелось ну вот да есть за мной такой грешок и так значит все связали все собрали дальше из обработки так из обработки далее у меня идут пуговицы пуговицы я нашла у себя в арсенале сейчас искать пуговицы нет никакой возможности здесь немножко стянута одна петля но это получилось из-за того что я вот эту планку пришивала когда уже примерила последний раз здесь пришита обычными швейными нитками помимо того что здесь пуговицы пришита насквозь я здесь еще сделала потайной шов пришила обычными швейными нитками чтобы вот так вот не фолдила и не растягивалась полотно и зафиксировала еще вот здесь и вот здесь помимо того что вся планка пришита и вот эти вот части зафиксировала и с этой стороны тоже видите есть зафиксированный момент это очень важно для того чтобы полотно при ношении не деформировалась в разные стороны и иногда приходится прибегать и вот к таким вот небольшим уловкам так давайте еще по сантиметрам расскажу и наверное на этом все что здесь так значит 46 сантиметров 28 я связала затем через два сантиметра начала делать убавки еще и на v-образную горловину до дошла до уровня когда у меня плечо составила по узору 4 сантиметра и планка осталось два с половиной то есть у меня саму плечо 6 половиной сантиметров вот это вверх вывязала две полочки далее вязала спинку уже отдельно она у меня была на леске оставлена спинку вязала да и получается что у меня разница что означают эти цифры это уже в собранном изделии естественно когда она была не собрана пройма была не 19 пройма была на сантиметра 2 наверное больше это точно потому что я ее под собрала то есть если мы говорим о длине готового изделия изначально когда я вывязала закладывайте что здесь будет на 2 а то и на три сантиметра больше вот далее разница ростка так называемого да если мы не смотрим на планку так как планка вяжется позже то у меня разница получилось 7 сантиметров вот от этой части да уже готового связанного и вот до этой то есть здесь я начинаю закрывать петли и 7 сантиметров вывожу вверх вот к этому знаменателю вот сюда вот ну планка везде вас половины сантиметра это потом надвязывается и соответственно 7 минус два с половиной у меня останется вот это вот расстояние если измерить вот ну и все по характеристикам это пожалуй и все 15 сантиметров это я указываю от начала убавок и вот до этого параметра то есть без планки 15 сантиметров это все конечно размерная вот это вот все мои размеры это на меня то есть я дамочка небольшого роста то есть 157 сантиметров и 46 размером ну вот такие мои параметры поэтому если вы понимаете что вверх изделия вы хотите подлиннее тогда берите на один моток больше и если вы будете вязать именно из этой пряжи вот но пряжа конечно повторюсь мне очень понравилось в работе и насколько мне помнится там не такая большая цветовая палитра но вот это вот темная ночь мне очень нравится прям очень-очень-очень-очень цвет прям шикарный так про цвет не сказала наверное что здесь бусинка василек номер 19 цвет а вот они характеристики пишут что 34 ну собственно я на тройке нет я вязал этот топ на три с половиной я вас вела в заблуждение я вязал этот топ на три с половиной до и на спицах 1 на три с половиной вот вот такие у меня результат получились я очень-очень довольна мне все очень нравится были комментарии что он похож на жилет это правда но когда его надеваю это топ и он сейчас очень достаточно популярен среди вязальщиц поэтому вяжите с удовольствием всем огромное спасибо за внимание всем пока пока а